Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Азовчане обеспокоены реконструкцией здания старой мельницы, памятника культуры и истории федерального ночения. Рабочее совещание главы администрации города Игоря Щипелева с заместителями. У памятного знака казакам азовского осадного сидения на крепостном валу произошел обряд освещения оружия. Азовчане обеспокоены реконструкцией здания старой мельницы, памятника культуры и истории федерального значения. Тревожные звонки о том, не разрушается ли очередной объект культуры, поступили в нашу редакцию. В ситуации разбирались наши корреспонденты. На пересечении улиц Мира и Зои Космедемьянской находится здание мельницы, памятник промышленной архитектуры, построенный более 100 лет назад. В годы Великой Отечественной войны мельница подверглась частичному разрушению и была восстановлена в 1952 году. Затем до 1980 года мельничный комплекс достраивался современными постройками. По словам горожан, сейчас к мельнице пристраивается еще одно современное сооружение. Насколько она вписывается в архитектурный ансамбль, мы поинтересовались у главного архитектора Сергея Гордова. Не портит ли эта лестница со стороны Мира, который архитектурный вид вообще, и было ли согласовано все с вами? Нет, не было ничего согласовано. Я не знаю даже, кто там что и строит. Там был проект реконструкции, но сегодняшний день за разрешением не обращались. Была проектная документация, но сегодняшний день разрешение не брали. Я не знаю, что там строится, кто там эту лестницу пристраивает. Там надо разбираться. Наша съемочная группа решила убедиться, действительно ли ведется строительство. Как стало известно, памятник архитектуры никто не трогает. Строительство идет в пристройке, которая принадлежит риэлтовской компании. Ее директор Анатолий Бурковский ответил на наши вопросы. Земля, которая под зданием находится, тоже в собственности. Там вообще планируется будет в этом здании пристройки? На первом этаже будет ломбард занимать и строительный магазин. На втором этаже пока свободно. Ивана Голубева, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Несанкционированная свалка номер один образовалась в центре города, в нескольких метрах от мемориала Победы в Великой Отечественной войне. Причина в безответственность продавцов стихийного рынка. Мало того, что они не имеют права на реализацию товара, нарушители не могут даже убрать за собой. Каждое лето несанкционированный рынок по улице Привокзальной становится главной головной болью жителей домов, расположенных рядом. Азовчане уже готовы примириться с тем, что торговля ведется незаконно и просят продавцов только об одном – соблюдать чистоту. У вас продавцы оставляют после себя мусор. Мусора просто горы. Вот идешь, и они же никуда его не выносят, ни в ближайшие мусорки, ни на территорию рынка. То есть валяется все под ногами. И плюс еще, как житель дома, который находится рядом с рынком стихийным, мешают автомобили, которые подъезжают, они заезжают и во двор, ставят там, паркуют, потому что товар нужно как-то подносить, приносить. Перекрывают проезд, ставят на пешеходный переход. То есть можно так даже не выехать со двора вообще. Можно вообще не перейти дорогу. С мнением жителей соседних домов согласны случайные прохожие. Бумажки, коробки бывают, валяются, спички, пакеты. Вот это мне не нравится. Акулки, да, бывает. Просто люди не убираются. У нас есть специальный рынок, где можно торговать. Поэтому вот эти случайные, и вообще против случайных рынков. Вот у нас есть места, где торговать. В Азовской мэрии о проблеме знают. Заместитель главы администрации по экономике Владимир Рощупкин сообщил. В этом году в муниципалитет не поступило ни единой жалобы на работу несанкционированного рынка. Группа по пресечению незаконной торговли, которая действует под патронажем крононачальника, пытается реагировать. Но не все получается. Безусловно, это несанкционированный рынок и администрация совместно с правоохранительными органами предпринимает всевозможные меры для того, чтобы упорядочить этот вопрос. Но необходимо понимать, что полномочия администрации настолько ограничены в этом вопросе, что администрация в принципе даже не правомощность составляет протокол об административных правонарушениях. Сотрудники правоохранительных органов выходят в состав этой комиссии вместе, все это фиксируют, проводят профилактические беседы, зачастую этим просто ограничивается. Потому что в противном случае человека просто нужно задерживать и доставлять в отдел для выяснения личности. Но там бабушки, которые 60-70 лет, или дедушки, соответственно, никто просто этого делать не будет. Они же мафию здесь организовали. Это святое место. Не Мариал, святое место. И то загадили. Участковый майор пришел, сващавый такой, морда такая вот. И морда леса такая, вот у него. Он пришел к нам в комнату, спросил фамилию вызвать, составил акт, вы нас отрываете от работы, мы знаем, мы это дело держим под контролем. И что под контролем? Вот я контроль. Все дороги ведут к полиции, проявляющей небывалое милосердие. По вашему обращению в прислужбу главного управления МВД России в Ростовской области от 15 июня 2015 года, мы предоставим вам комментарий в ближайшее время в установленном законодательском сроке. Если за место на несанкционированном рынке, как утверждают жители соседних домов, также нужно платить, не очень понятно, почему продавцы не работают на законной территории. То, что касается чистоты, заместитель главы администрации по экономике дал рекомендации и по этому поводу. В данном случае я могу посоветовать обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением. Можно подключить депутата. То есть депутат, безусловно, тоже может поспособствовать, осуществить контроль за решением этого вопроса. Ну и, естественно, если будет нарушение правопорядка, то это вопрос компетенции правоохранительных органов, полицию. Также можно звонить в наш торговый отдел, это 46710-46720. Во всяком случае мы будем сортировать и адресовать соответствующим службам эти обращения. Владимир Рощупкин также сообщил, что передал жалобу азовчан на работу стихийного рынка в департамент имущественных отношений. И уже проводится проверка. Продукты вы подходите у нас, у деревенских покупаете. А что вы защищаете? Он базар? Я не защищаю. А вы чем торгуете? Скажите. Не важно, чем я торгу. Как? А у вас есть лицензия на торговые? У меня даже ИП, если я налоги плачу, я все делаю. Так вот, вы торгуете? Я не хочу вот тому сумочнику в рынок идти платить ему деньги за свою землю. Я плачу за землю налоги. Я плачу государству налоги. Здесь жилой массив, нечего вам здесь делать. А так же вы каждый день со своей женой подходите, у меня будет свежее. Для вас сделали рынок. Для вас сделали рынок. Идите, пожалуйста, в рынок и торгуйте. Анастасия Дичку, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. По мнению заместителя главы администрации Азова по экономике Владимира Рощупкина, проблема несанкционированной торговли, может быть, будет окончательно решена. В данный момент готовится к реализации проект создания социальных рядов. Торговые места, где нет высокой арендной платы, должны стать достойной альтернативной стихии. Альтернативой стихийной торговли. Глава администрации города Игорь Щипелев провел рабочее совещание с заместителями подробностей в следующем репортаже. Сегодня состоялось планерное совещание, которое провел глава администрации Игорь Щипелев. Основные вопросы заседания. В Азове стартовал капитальный ремонт девяти многоквартирных домов. В ближайшее время смогут заметно преобразиться еще несколько азовских многоэтажек. В рамках фестиваля граффити возникла идея украсить боковые стены и ряды домов объемными портретами героев прошлых лет, в честь которых названы Азовские улицы. В рамках проекта «Безопасный город» начинается установка камер видеонаблюдения. Они помогут выявлять нарушители правил дорожного движения и граждан, нарушающих общественный порядок и порядок благоустройства. В частности, коммунальные службы каждый день фиксируют факты краж с клумб недавно высаженных цветов. Не радуют коммунальщиков и появляющиеся несанкционированные свалки мусора. Всех нарушителей правил чистоты ожидают административные штрафы. Взыскание может ожидать и городских пассажироперевозчиков. На прошлой неделе началась серия проверок лентарной чистоты в общественном транспорте. Руководителям транспортных предприятий уже направлены письма с перечнем выявленных нарушений. Рейд будет продолжаться и на этой неделе. Людмила Улихина при содействии пресс-службы администрации города. В День России у подножия крепостных валов прошел обряд освещения казачьего оружия. Репортаж об этом событии продолжит тему. Казаки городского казачьего общества «Азовское» провели митинг у памятного знака героям азовского осадного сидения на крепостном валу. Сегодня в День России казаки отмечают не только этот прекрасный, замечательный праздник единения России и русского народа, но в этот день еще у нас ежегодно проходит ритуал освещения казачьего оружия. Этот ритуал утвержден Синодальным комитетом Русской Православной Церкви. Перед памятным крестом настоятель храма Азовской иконы Божьей Матери Протеерей Александр Мишниченко совершил чин освещения оружия православных воинов. Окропление воды все освященные, да снидет и прибудет на оружие сие и наносящих его к зачищению и заступлению истины крестовой во веки веков. Затем была совершена заупокойная лите по казакам, погибшим во время азовского осадного сидения в 1641 году. По окончании богослужения Протеерей Александр обратился к собравшимся с пастырским словом. Конечно, любое убийство – это грех. Одна из десяти заповедей гласит «Не убей». Но воин – это особое пословие, особые люди. В Евангелии Господь говорит, что нет больше той любви, кто в душу свою положил за други свои. После чина освещения оружие вновь было передано воинам с Великого Войска Донского. У меня гордость за своих братов, у меня гордость за свою землю, за своего атамана, за батьку, за все наше общество. Вы не поверите, это словами не передать. В завершение торжественной церемонии был зачитан приказ о присвоении очередных званий казакам и в честь погибших за Отечество прозвучало три залпа из исторического оружия. Валентина Андреева, Людмила Улихина, Азов.Инфон. 17 июня в 18.45 смотрите программу «Диалог». Гость эфира – депутат Азовской городской думы, директор МУП «Теплоэнерго» Роман Чмыхалов. Вопросы принимаются по телефону 615-54. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. До свидания. Как за четверть века из небольшой кабельной сети превратиться в медиахолдинг? Компании «Пульс» в этом году исполняется 25 лет. Падение взлета страны в миниатюре хранят эти стены. До встречи в четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная 23. Телефон 46 046. Московская 76. Телефон 4 24 73. 16 июня ясно. Температура днем плюс 30-32 градуса. Температура ночью плюс 20-22. Ветер восточный. Влажность воздуха 34%. Уровни воды в реке Дон на 70 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин